всем привет сегодня мы поговорим приветствую основа нашим вебинаре всем здравствуйте сегодня мы поговорим с вами о документ обороте который можно построить с помощью шайпоинты power платформ у нас сегодня будет вебинар больше посвящен стандартным возможностям шайпоинт и тем стандартным функционалам которые дают платформа для того чтобы использовать его связки шайпоинт меня зовут александр архимир я шайпоинт консультант компании смарт-бизнес и мой коллега владимир мастеренко он продуктован и системный архитектор тоже смарт-бизнеса сегодня как раз будем с вами говорить вместе с ним о шайпоинте и показываем демонстрировать слайды и практические примеры какие вам тогда я тебе передам словом да спасибо всем добрый день ну что начнем наше мероприятие начнем наше мероприятие с тематики которая посвящена построению масштабируемых хранилищ документов опять же как уже александр сказал с помощью стандартных средств шайпоинта первую очередь даже здесь мы постараемся охватить какие есть нюансы при планировании таких хранилищ документов насколько можно сделать масштабируемым хранилище и какие же инструменты и преимущества предоставляют шарпоинт онлайн и сервисы шарпоинт онлайн и в целом microsoft 365 для работы с документами какие есть возможности для пользователей для наших конечных потребителей сервисов microsoft ну и в первую очередь хотелось бы остановиться на такой обзорный обзор на такой слайд что с помощью чего мы можем использовать и какие преимущества представляет microsoft 365 для работы обычных потребителей обычных клиентов нашей платформы с каких же устройств любых устройств можем коннектиться к сервисам microsoft частности шарпоинт онлайн с любого устройства плане ноутбук это мобильное устройство это мобильные телефоны планшеты тонкие клиенты и так далее и так далее тут стоит отметить перебить и немного что доступ к шарпоинт до существует не только из-за браузера но и специального приложения которые технические у всех крупных магазинах приложение для мобильных устройств так спасибо совершенно верно то есть если мы работаем с документами если мы строим хранилище документов свои рабочие документы мы храним на шарпоинте то мы можем использовать и мобильное приложение которое позволяет кстати кэшировать эти документы к себе на устройство и потом если вдруг у нас нет доступа в интернет самолете или где-то с помощью мобильного приложения мы можем оффлайн работать с документами затем синхронизировать в облако соответственно это предоставляет нам возможность доступа к файлам с любого места где есть интернет если его нет я уже сказал оффлайн возможности работать если мы хотим отредактировать документ презентацию какой-то excel файл любой офис приложения но доступно не только на как толстый клиент так называемый да на устройствах это же еще доступно для редактирования в браузере что открывает нам широкие возможности по совместной работе над документами ну и это все подкрепляется безопасностью данных то есть microsoft предоставляет абсолютно безопасно к своему облаку далее администраторы наши которые работают с нами как партнеры и либо ваши как администраторы как клиента могут обеспечить безопасный доступ данных с помощью предоставления прав доступа с каким-то группам доступа разрешить каким-то запретить доступ данным это отдается на откуп уже администрирование конечным пользователям и потребителям платформа microsoft 365 кроме этого есть еще дополнительные так называемые плюшки до преимущества и дополнительные функциональные возможности у microsoft 365 которые только усиливают во-первых безопасный доступ да то есть это предоставляет инструменты по предотвращению течек данных там data retention policies так называемые discovery далее предоставляет возможности для развертывания приложений то есть если есть такая возможность если у вас есть свои специалисты 1 5 либо администратор продвинутый администратор они могут создавать свои приложения по работе с документами с помощью power of the main да вот мы будем сегодня позже и интервироваться другими сервисами microsoft 365 чечен онлайн да такими как пламмер и так далее так далее так далее целое семейство этих сервисов и если мы говорим об управлении документами основным термином основным инструментом sharp point онлайн и куда складываются документы это библиотеки документов какие же есть возможности что это вообще такое библиотека документов вот если мы привыкли работать например в проводнике да то для конечного потребителя библиотека документов это своего рода продвинутый проводник в чем его продвинуть в первую очередь в том что он предоставляет те же возможности что у проводника да то есть это хранение файлов разбиение у папка это и создание некой иерархической структуры хранения документов но плюс к этому sharp point онлайн и с помощью для тех документов в принципе мы можем позволить совместное редактирование несколькими сотрудниками в онлайне при этом каждый сотрудник будет видеть кто и какую часть документа редактируют у нас с помощью sharp point это очень классная возможность показать во-первых онлайн быстро отреагировать на внесенные изменения во-вторых отслеживать что же все-таки изменилось ну и в-третьих это повысить сэкономить время на передачи документа разным сотрудникам на то чтобы они внесли каждый свои изменения это основной скажем так бенефит для любого бизнеса для того что сотрудники не тратят время между других а каждый редактирует свою часть например договора то есть если мы рассматриваем договор то разные части договора могут согласовываться там или редактироваться разными отделами так вот сотрудники разных отделов имея соответствующий доступ к документу могут одновременно редактировать этот документ и соответственно эти они могут редактировать не просто в орды да в толстом клиенте а и в браузер прямо в браузер с любого устройства как я уже упомянул для этого нужны специальные разрешения и это следующее преимущество которое у нас есть библиотек документов это возможность администратором либо владельцам документов предоставить доступ и вплоть до специфического документа не просто на целую папку либо на всю библиотеку документа в целом она отдельный какой-то документ это очень классно работает когда мы согласовываем когда мы работаем над документом несколько делать несколько сотрудников и администратор там например в проектной группе администратор решает что проектная группа может работать вам на проектной документации только над каким-то конкретным документом а не над остальными какими-то коммерческими закрытыми данными так далее вот конечно же это сопровождается своими ограничениями то есть на употреблять ими уникальными разрешениями нельзя сразу стоит так знаете аккуратно ну так и пиральника метод применить да то есть пряник это такая возможность уникальных разрешения но кнут это то что их не может быть больше 5000 на рамках одной одного сайта сайтовой коллекции библиотеки и даже библиотеки да потому что есть ограничения и это в первую очередь влияет на производительность да с одной стороны это ограничение с другой стороны microsoft предусмотрел о том что есть вот такое наблюдение что если больше 5000 уникальных разрешений то соответственно понижается перформа производительность системы в целом поэтому это нужно учитывать при планировании в первую очередь библиотеки несмотря на это сайтовые коллекции библиотеки документов позволяют хранить себе там трабайки информации при правильно спланированном хранилище соответственно следующее что мы должны отметить отслеживание действий спала любое изменение которое мы сохраняем любое изменение которое вносится нашими сотрудниками они могут быть сохранены как отдельная дельта версии основному документу и в любой момент времени в случае там не знаю каких-то неправильно внесенных справа поиска скажем так ответственных за ту или иную правку мы можем всегда посмотреть журнал версий и откатить либо версию либо применить либо посмотреть кто ответственный какая история была согласование например документов изменений тогда кроме этого библиотеки документов отличие от проводника позволяют настраивать так называемые фильтры и группировки то есть библиотеки документов можем настроить специальное представление которое к слову будет доступно опять же с любого устройства с мобильного это по этому имеем эту группировку фильтрацию по разным мета данных о мета данных мы еще чуть больше поговорим чуть позже да какие могут быть мета данных но например мы хотим группировать несколько документов по автору либо по дате создания либо по каким-то другим там категориям группам которые относятся эти документы таким образом мы можем настроить фильтры группировки создать свои представления мало того можем создать только свои личные представления и поделиться этим представлением на всех это обычно делается администратором чтобы ускорить опять же поиск документов работу над документами так далее так далее то что чего нет у нас в обычном проводнике да это возможность создания рабочих процессов вот здесь уже поинт онлайна есть прекрасная возможность использования платформы по воротам и и в частности сервисами к слову да даже для того чтобы настроить довольно таки быстро настроить и автоматизировать процесс согласования утверждения документов и финансирования документов процесса уведомления разных изменениях зависимости там от изменения статуса документов так далее так далее что еще конечно же эта работа как я уже упоминал несколько раз это питание это работа с документами с мобильных устройств мы можем работать браузер мыshем работать с приложениями офис мы можем кроме этого мы можем еще и делиться с документ делиться документами с коллегами например мы хотим поделиться каким-то документам которые пришли к нам мы обработали мы хотим его расшарить какой-то отбор перед и либо одному человеку чтобы он просто увидел что это финальный документ, например, руководителя, отослать отчет. То есть пока мы работаем в своей рабочей области, мы по завершению формируем этот отчет и можем сделать, не отослать его по почте, как на рынке многие пользователи все еще пользуются пересылкой разных версий документов по почте. Прям вот тем известная история. Всем известно то, что да, это быстрее для конечных пользователей, но головная будет для тех, кто сопровождает, например, сервера почтовая, когда мы там ограничиваем квоты на использование почтового сервиса. Так вот, с помощью шеринга документов мы можем делиться ссылками, предоставлять доступ, причем доступ этот может быть как на редактирование, так и на обычное чтение. Вплоть до того, что мы можем при шеринге документов даже запретить скачивание, просто сказать, вам предоставлен доступ просто на просмотр, ознакомьтесь, пожалуйста, с документом. Что следующее? Ну и быстрый поиск документов. Майкрософт славится тем, что есть очень мощный движок у Майкрософта, который и в соответствии с SharePoint тоже он присутствует. Это Microsoft Search, который позволяет искать не просто в рамках библиотеки документов, а и по сайту, по сайтовой коллекции, по всему тенанту и предоставляет кучу возможностей для интеграции этого сервиса поиска с другими системами, вплоть до других баз. То есть, если, например, у вас есть документы на SharePoint, либо в какой-то любой другой системе, на каком-то сайте, то Microsoft Search можно интегрировать и сделать коннектора к этим источникам. Таким образом, создать себе центр поиска корпоративных документов, корпоративной информации с помощью одного сервиса и, что немаловажно, все в одном месте будет. Что-то позволю вам добавить еще пару еще и копилку в библиотеке документов. Кто пользовался OneDrive или Google Drive, да, то он знает, что можно синхронизировать документы с локальным хранилищем. Так вот, для библиотеки документов SharePoint эта функция также доступна. Вы можете в любую библиотеку, если у вас есть, конечно, право доступа синхронизировать со своим локальным, ну, своим компьютером и работать с документами в локальном. Точно так же сюда добавлю по поводу безопасности, который в SharePoint есть. Упомянутая выше доступ к версиям SharePoint тоже можно разграничивать доступ, то есть можно кому-то запрещать удалять версию документов или даже просматривать эти версии документов. Даже и тут Microsoft предусмотрел такие вот разграничения на уровне доступа и управления документами, что, по-моему, мнению, очень круто. Спасибо, Саша. Да, это очень важное дополнение. Ну, идем тогда дальше к следующему слайду. Это более-таки сложные корпоративные вещи, связанные с политиками хранения, политиками управления записями, политиками управления целым файлами. То есть что такое, какие мы можем, какими имеем средства, инструменты у SharePoint, а вообще у Microsoft 365 для, например, быстрой настройки архивации документов, либо быстрой настройки, там, превращение документов в изолированную запись, которая не требует большого обслуживания, там, тех же квот, да, хранения и так далее, и так далее. Плюс мы поговорим о том, что есть инструмент, который позволяет настраивать так называемый роутинг, маршрутизацию документов, да, когда нам приходят, например, входящие документы, там, яркий пример входящих документов, например, от разных контракентов, который позволяет автоматически роутить документы на разные области, на разные сайты, например, юридические и так далее, и так далее. Итак, какие же есть инструменты? Инструменты, это первое, retention policies, это политика хранения обеспечивает соблюдение двух самых важных элементов управления с документами. Это удаление контента по окончанию срока хранения, это в случае, если у нас есть корпоративная политика хранения оперативных документов, которые необходимо удалить после его окончания жизненного цикла, ну, либо отправить в архив, либо удалить. Мы можем настраивать, опять же, это все делается в рамках визуального конструктора такого, да, то есть есть инструмент, который не требует знаний про разработки программирования, настроить сроки хранения различной информации по категориям и настроить правила удаления такого контента, удаления либо перемещения такого контента. Такие политики могут настраиваться в рамках папки, либо документа, но также на коллекцию сайтов. Например, мы можем сайт заархивировать, либо удалить сайт по истечению его жизненного срока. Очень удобная штука, когда мы хотим, скажем так, не увеличивать постоянно квоты, не увеличивать постоянно хранилища, а очищать. То есть мы создали рабочую область, мы поработали файлами. Финальные версии файлов мы отправили в архив и удалили коллекцию сайтов, которая, по сути, не нужна. Вот это то, что касается retention policy. Следующее, это content organizer. Content organizer представляет инструмент, который позволяет, собственно, осуществлять маршрутизацию, да, то есть это, как я уже сказал, яркий пример, это входящие документы, это, ну или так называемые drop of library, да, который называется инструмент в SharePoint, который позволяет настроить единое окно, куда мы загружали все документы, потом в зависимости от категории, от какого-то вида документа мы настраиваем правила маршрутизации, да, и мы говорим, что если этот документ пришел каким-нибудь тегом, да, назовем это так, каким-нибудь тегом, то, например, это тег legacy, да, legacy какой-то, или legal, legal, не legacy, legal, давайте, то в случае с этим документом нам нужно его, скажем так, маршрутизировать на сайт юридического департамента на согласование, то есть они являются первой точкой входа для процесса согласования документов, визирования документов юридическим департаментом. Такие правила можно настраивать на уровне сайтовой коллекции в целом, да, то есть на уровне тенанта нашего, и, соответственно, все сайты, которые мы создаем, они тоже могут быть доступны из этих, из этого мест, из контент-органайзера, соответственно, это позволяет централизованно настроить такие маршруты документов, при том, что этих маршрутов может быть сколько угодно, да, то есть у нас нет ограничений, там, один или два маршрута на, там, два вида документов, нет, то, что нам нужно, то мы и настраиваем. При этом мы можем автоматически создавать какие-то папки, мы можем управлять размером папок, мы можем настраивать с помощью контент-органайзера управление дупликатами элементов и аудит элементов системы, то есть это позволяет нам обеспечить такую, с одной стороны сложную, но с другой стороны целостно управляемую систему работы с маршрутами документов. Это немножко, забегая вперед, немножко не рабочие процессы, да, это мы говорим сейчас не о рабочих процессах согласования, это мы говорим о маршрутах движения документов, куда перемещается, физически перемещается документ. Если мы говорим о процессах согласования, то документ там никуда не перемещается, перемещаются ссылки на этот документ, он хранится в одном месте. Здесь мы говорим о том, что сам документ перемещается из сайта на сайт с помощью вот таких вот правил контент-органайзера. Запись, record management. Вот мы всегда оперируем библиотекой документов, документами, да, но эти документы, они несут себе ценность, пока мы над ними работаем, пока у них есть метаданные, пока мы можем открыть, предоставить доступ, открыть, нести изменения и так далее. Но что же делать, когда мы, например, хотим заблокировать, сделать in-place record, да, вот, Александр, вот, что такое вот in-place записью? Да, как бы я это объяснил? Как бы ты бы это объяснил? Сказал, что это объект библиотеки документов, над которым запрещены фактически любые манипуляции. То есть мы его видим, да? Использователь видит этот документ, но ничего с ним делать не может. Да, это как заблокированный фактически архивный документ, который, да, который можно открыть, можно прочитать, но внести изменения, как метад данных, так и тело документов. Ну, при этом все хранится в одном месте, да, мы видим весь реестр, то есть это позволяет нам в одном месте держать онлайн копии документов, да, онлайн, то есть это рабочие копии документов, над которыми мы работаем. И in-place, так называемые документы, которые, они являются рекордами, мы ничего с ними сделать не можем. Туда запрещено по каким-то целесообразностям, да, там, политикам безопасности, либо политикам управления информацией, запрещено вносить туда какие-то данные. А можем ли мы in-place, рекорд, вот эту запись вернуть, привязать ее назад? Ну, да, можем, но это делает уже администратор записи. Абсолютно контролируемые. Да, это так называемый compliance, который compliance менеджер может устроить так, как он захочет, и в том числе вернуть in-place рекорд в обычный документ. Это очень мощная штука, о ней многие забывают, многие не знают, не знают, как применить, к сожалению, но это довольно-таки первоудобно. Да, здесь есть, конечно, мы поговорим, как всегда, минусы, да. То есть, конечно, вы здесь не получите какого-то сверх какого-то красивого UI, да, то есть красивого интерфейса. Основная ценность рекорд менеджмента, да, равно как и контент органайзера, наверное, да, там других вот таких вот корпоративных инструментов управления записями, данными. Основной это функционал, это его ценность. То есть, да, управление информацией, это контент менеджмент, документ менеджмент, но никак не UI, да. Но хотя должен отметить, что Microsoft в этом плане делает большие шаги, да, то есть сейчас все, что мы знали там об этих инструментах в виде Classic Experience, да, который нам еще предкачевал с ранней версии SharePoint, то сейчас идет модернизация этих инструментов в плане постепенной. еще пара слов о рекорд менеджменте, то есть ценность, да, как мы уже сказали, записи хранятся в тех же библиотеках документов, которые используются в работе пользователей. Пользователи видят эти документы, они никуда не деваются, просто они не могут отредактировать, потому что жизненный цикл документа или внесение изменений уже завершен. Записи эти могут храниться на разных сайтовых коллекциях, то есть это нет, это здесь как раз распределенная хранилища информации, да, то есть если у нас есть несколько сайтовых коллекций, соответственно, мы можем такие, такой рекорд менеджмент построить на разных сайтовых коллекциях. Ну и для кого это актуально? Актуально это, конечно, для небольших организаций, для средних, небольших организаций, которые, у которых нет централизованного, в первую очередь, централизованного архива. Потому что, когда мы говорим о большом количестве информации, терабайтов информации, да, то мы, наверное, будем строить какой-то свой архив со своими политиками хранения, аудита, доступа, комплайнса, там, да, и так далее, и так далее. Здесь, конечно, этот фокус на небольших организациях. Это вот такой вот метод хранения in place. Но в плане, что мы можем предложить для больших организаций в плане рекорд менеджмента, это то, что с помощью рекорд менеджмента можем перемещать в централизованный архив данные и там хранить in place рекорд. То есть, когда мы говорим о создании централизованного архива, да, вот у нас там предыдущее мероприятие уже было посвящено там построению больших корпоративных архивов, то с помощью рекорд менеджмента мы также можем строить корпоративные архивы. Это еще один стандартный инструмент для, ну, скажем так, мое личное мнение, это для старта использования вот таких вот инструментов по архивированию записей, созданию корпоративных архивов. Когда же это зрелая компания, большая, у которой есть четко уверенные процедуры и так далее, то не всегда можно быстро построить с помощью рекорд менеджмента, но здесь нужно понимать, что когда мы говорим о решении задачи построения корпоративного архива и вообще управления записями, мы же должны еще иметь в виду, сколько это нам будет, то есть стоимость платения, да, и здесь вот каждая компания принимает решение для себя, готова ли она инвестировать в какое-то свое кастомное решение, да, которое там разработчики сделают, партнеры настроят и так далее, либо же можно попробовать построить что-то свое на базе каких-то имеющихся уже средств Microsoft 365, в частности SharePoint Online. Соответственно, вот второй вид управления за рекорд менеджментом записями, это когда мы с помощью этого инструмента перемещаемся в централизованное хранилище. Да, еще добавляю про рекорд менеджмент, что в принципе его можно виксовать с другими технологиями, которые ты рассказал, в частности с политиками хранения данных, retention policy, то есть можно, например, сценарий, да, юридические документы хранить как рекорды в течение семи лет и после встечения этого срока применяется retention политика, которая удаляет документы вообще из системы, да, и сфотически из вашей корпоративной библиотеки. То есть можно миксовать и то, и то. Да, то есть все технологии работают в связке, то есть все, что мы рассматриваем, они могут существовать как в отдельности, так и все вместе. То есть все зависит от того, правильно это собрать, проанализировать и какие инструменты лучше применять. Конечно же, перед применением того или иного инструмента нужно проводить системный анализ. Хороший анализ полдела. Да, даже больше. Да, да. Вот. То есть про инструменты мы поговорили, теперь отдельная тема, о которой хотелось бы посвятить вот отдельную часть нашего вебинара, это управление доступами к документам на основе ролей пользователей. Очень мощный инструментарий, который предоставляет SharePoint и в целом Microsoft 365. И у него есть своя специфика. В чем же его основные преимущества вот этого подхода по безопасности, настройкам ролей доступа и так далее. То есть права доступа это настраиваемое разрешение для доступа к той или иной информации. Неважно, где она хранится в SharePoint. Да, то есть это, например, к страницам, это к спискам, это к документам. Так вот, в этом мощь и преимущество инструментария, который предоставляет Microsoft. То есть мы можем дать доступы на сайт, мы можем дать доступы на библиотеку документов, мы можем предоставить доступы на отдельный документ. Мало того, мы можем еще создать свои права доступа, да? Например, пользователи могут все редактировать, но не могут ничего удалять. У Microsoft есть ответ на это. То есть мы можем создать так называемые пользовательские уровни разрешений и применить их на, например, на тот документ, который мы, например, шерим своему руководству. Что он, например, не может ничего редактировать. Вот, смотрите вот это. Вот, как же, на каких уровнях и как кем предоставляются эти доступы? Так как мы имеем дело с Microsoft экосистемой, то и все, в основном, наверное, 99% используют Microsoft Active Directory как основную систему управления учетными записями, то, соответственно, она полностью интегрируется с платформой SharePoint Online. Соответственно, в зависимости от наших политик безопасности, в зависимости от стандартов, принятых у нас в компании, которые не противоречат абсолютно best practice Microsoft, да, по управлению правами доступа, мы можем управлять и предоставлять разрешение на SharePoint Online, либо на уровне Active Directory с помощью групп Active Directory, которым тоже можно предоставить доступ на SharePoint. Так и создавать свои кастомные SharePoint группы безопасности, добавлять туда учетные записи из Active Directory и, скажем так, гранулированно предоставлять доступ к информации отдельным группам пользователей. Причем группы пользователей у нас могут олицетворять роль пользователей в компании, они также могут предоставлять, олицетворять роль сотрудников в рамках проектных групп. То есть, например, я как product owner могу быть в группе инженеров на каком-то проекте. Да, должности и роли у нас немножко, например, разные вещи обычно, да, в проектных компаниях. Поэтому в зависимости от того, на каком проекте вы работаете, либо ваши сотрудники, какие группы у вас пользователей созданы, в принципе, приняты в соответствии с организационно-штатной структурой, либо с функциональной структурой, мы точно так же можем предоставлять доступ к информации на сайте, на сайте, либо на сайтах SharePoint. Ну, уровни доступа у нас стандартные, там от полного доступа, где мы можем предоставлять разрешение другим пользователям, до, например, чтения, либо просмотра. Всегда задают вопрос, чем чтение отличается от просмотра, да. То есть, чтение мы можем, например, скачать, либо там просто открыть и распечатать документы, у нас есть кнопочка там печать активная, а в view, например, просмотр, кнопочка печать будет неактивной. Но равно как и скачать тоже. Равно как и скачать, конечно. Вот. Опять же, персональные права на сайт, на библиотеку, либо список и на отдельные элементы в структуре, они предоставляют нам возможность построить классную иерархию разрешений. Теперь по иерархии разрешений есть следующий нюанс. У нас они наследуются. Что означает наследуются? Это то, что, ну, самый простой вариант, мы один раз создали группы на уровне сайтовой коллекции, и все наши разрешения пронаследовались на все элементы. На подсайты, на библиотеке, списки, на элементы и так далее. Но у нас есть очень классная возможность, например, построить систему разрешений, которая не требует наследования. Например, разорвать наследование. По умолчанию, конечно же, оно включено. Разорвать наследование это означает, что мы создаем на уровне сайтовой коллекции какую-то систему групп безопасности, либо отдельных персональных разрешений, а зачем на каких-то конкретных подсайтах либо библиотеках мы предоставляем уникальное разрешение на эти элементы. То есть не обязательно, что мы должны предоставить например, группе, проектной группе доступ на всю сайтовую коллекцию, на все сайты и подсайты. Нет. Мы можем сделать группу, которая будет иметь доступ на отдельный подсайт. Вот такие вот у нас преимущества, которые предоставляет платформа SharePoint. Причем это актуально не только для онлайна, это актуально для онлайн. Да, кстати, Вова, хотел напомнить, что мне когда-то давно на мой вопрос, например, мне нужно скрыть от пользователя какие-то элементы. Ты сюда уточнил, скрыть или запретить доступ? Да. Это очень важно, это очень большая разница и просто бы хотел рассказать про еще одну технологию, функционал SharePoint, который по моим ощущениям, он то использует. Это Target Audience, как на русском, я даже не могу целевую аудиторию. Да, целевую аудиторию. Что это такое? Это такой функционал, который позволяет от пользователя, вернее, для определенной группы пользователей показывать какие-то элементы списка или библиотеки документов, или даже веб-части SharePoint. А, соответственно, другие группы безопасности скрывают. Но тут именно самое главное в том, что показывать эти скрипты. То есть по прямой ссылке любой человек, да, у которого есть доступ на элементы, он зайдет и посмотрит его. Но просто, например, в отображении списка или отображении библиотеки, он не будет видеть тот или иной элемент, на который установлена целевая аудитория. Эти целевые аудитории, они формируются на стороне Active Directory, если будем говорить про SharePoint Online. Ну, как и все, в SharePoint это технология, которую нужно очень хорошо проанализировать, прежде чем ее применять. Но для некоторых, для некоторых сценариев, когда, в частности, когда доступ на уровне элемента, да, там, это мое промежье, так называемое, не срабатывает, ну, по каким-то причинам, по ограничениям или просто комплименты, да, то можно использовать ее в аудитории. То есть, опять же, мы упираемся все в системный анализ, да. То есть, перед тем, как, да и вы, когда клиент обращаетесь к партнеру, многие партнеры вам должны задавать вопросы, что же вы хотите сделать с этой информацией, вы ее хотите все-таки скрыть или запретить доступ? То есть, это разные вещи, с точки зрения, вообще, в принципе, управления информацией в целом. То есть, не обязательно SharePoint, это принцип управления информацией. мы ее скрываем, либо мы запрещаем доступ. Супер, Володя. Ну что, передаю это тебе. Да, давай я попробую рассказать. Замечательная презентация. Так, мы уже немного касались темы метод данных в SharePoint, в SharePoint Online, да, мне тут больше будет больше будет фокуса на SharePoint Online, да. Любой, наверное, любой документ-оборот, любой документ, он требует каких-то, ну, дополнительных, дополнительной информации, да, о себе. Рассмотрим, прям, пример, паспорт, да. У вас есть паспорт, фамилия, имя, где вы родились, кто выдал этот, так называемый метод данных, который описывает этот объект. То есть, вообще, в принципе, в практике метод данных называют данные от данных. То есть, то, что описывает объект, ну, собственно, объект. Ценность метод данных в разрезе SharePoint, да. Благодаря ним, благодаря им, да, мы можем с легкостью фильтровать элементы, которые находятся в библиотеке документов, либо в списке SharePoint. Также мы можем настраивать жоп-минуты выше Microsoft Search, который будет искать по определенным тегам, по определенным методам, которые есть в документе. Какие же существуют вообще типы метод данных SharePoint Online? Ну, это три таких основных, я выделил. Больших, это стандартные методанные, которые используются для любого объекта, который находится внутри SharePoint. Это дата создания и модификации элемента, автор и автор изменения элемента, размер файлов, если мы говорим о библиотеке документов, и также данные о check-in, check-out документа, если такая опция включена в библиотеке документов. То есть check-in, check-out, это, грубо говоря, взять, когда ты берешь на редактирование документ, и он адаптируется для редактирования другими пользователями. Такая информация тоже в SharePoint дается автоматически, это стандартное поле для методанных. Второй тип методанных, это пользовательские. они работают через так называемые колонки, ну, как это называют колонки, или поля SharePoint. Такие поля можно настраивать как в разрезе отдельного списка или библиотеки документов, также можно их настраивать в разрезе целой сайтовой коллекции либо подсайта. И даже если используешь Content Hub, ну, такая вот такая функциональность, да, то можно их настраивать в рамках всей, ну, всего, грубо говоря, Tenant SharePoint Online. И последний тип методанных, это глобальные методанные, Telstor, да, Telpset. Что это такое? Это, грубо говоря, их называют корпоративные теги, которые ты можешь использовать, не строить, использовать в рамках всего Tenant. То есть пользователь может, администратор Tenant, администратор этого Трестора, может создать неограниченное количество, фактически неограниченное количество групп терминов и подгрупп и самих терминов. Например, такие могут быть, например, вид документа либо статус документа. Если вы, например, не хотите, чтобы у вас по департаментам разбиты сайты и вы не хотите, чтобы статус документа использовался разным на каждом сайте, то вы можете это все организовать через Telstor и будете всегда уверены в том, что статусы документов не различаются от библиотеки к библиотеке документов от сайта к сайту. Давайте с вами поговорим чуть подробнее о типах колонок, которые есть в SharePoint Online. Их, на самом деле, довольно-таки много. Первое – это текстовые колонки, длина колонки, которая ограничена 2505 символами. Это многострочный текст. Тут мы можем задать число строк, да, и определить, наверное, определить длину текста, да, тоже, которую можно вставлять в такие колонки. Следующий интересный такой интересный колонк, интересный поле – это место расположения. Насколько я помню, в SharePoint сервер, да, старых пересей SharePoint, она чуть отличалась от той, которая сейчас есть. Если раньше можно, если раньше нужно было вводить координаты, GPS координаты, то сейчас можно ввести место расположения, например, город или улицу, и благодаря технологии Bing Maps, да, то SharePoint автоматически подтянет геолокацию этого расположения. Следующая колонка – это номер, цифровое поле, куда мы можем ввести любое число, да, и определить, сколько, какое количество, какое количество запертых показывает после этого числа. Boolean, да, нет, но тут немного тоже такое tricky поле, потому что в SharePoint, насколько я помню, тоже это значение может быть на ум. То есть, кто-то, да, если кто-то будет разрабатывать, да, то он должен иметь в виду, что это значение может быть пустым. Ну, мы можем отключить это, если по умолчанию, это можно отключить. Дата и время, то все понятно, можем выбирать либо тату, либо тату со временем. Выбор, через колонку, где можно просто добавить параметры выбора для этой колонки. Например, те же статусы документа или тот же вид документа и так далее. Hyperlink, ссылка на другой источник, типа ссылка, по которой можно перейти прямо здесь в списке или библиотеки SharePoint. Денежная единица очень похожа на номер. Разница лишь в том, что можно настраивать представление, то есть там ставить знак до или после, после, да, после цифры и форматировать его там на тысячные разделить и так далее. Картинка. Название говорит само за себя. Можем добавлять в список SharePoint, в библиотеку документов картинку, которая бы рассказывала больше об элементе или в документе в библиотеке или в списке SharePoint. И самое мое любимое, наверное, Lookup. Lookup, да. Это тип поля, который определяет ссылку на другой список, другой источник данных практически. Они бывают двух видов. Single Lookup, единичный Lookup, то есть мы можем выбрать ссылку на одну ссылку на любой объект из другой библиотеки. И Multi Lookup, когда мы можем выбрать несколько таких ссылок на другой объект в библиотеке документов. Очень интересное поле, очень часто его используют, особенно в стандартном SharePoint, когда нужно как-то связать два списка либо подтягивать информацию с другого списка. Вот, но, в принципе, при разработке стараются как-то снивелировать, свести на нет использования Lookup, особенно из-за наверное серверной разработки Ну, потому что это как считать соединение нескольких коблизов базы данных и чем больше джойнов, тем медленнее будет работать в системе, да, для туда при обращении. Так вот и здесь тоже есть ограничения, 15 максимум. 15, да, 15 Lookup'а на максимум. 12 даже. Так что вы же используете 12, Александр. Ну и должен еще отметить дополнительный Александр, что под Lookup'ом SharePoint понимает не просто тип поля Lookup'а, а это еще и тип поля пользователь, это еще и тип поля кирования методами, то есть это чем больше у нас таких полей, тем есть больше риск о том, что будет ну как минимум дольше грузиться страница. Давайте так, обычно, как говорится, очень христианским языком, будет просто дольше загружаться форма с этими полями. Но это все несет в себе подноводную связанную опять же с энерджойнами, с бэкэм логией, которые, кстати, SharePoint онлайн слава богу недоступны для них используются. Да, они могут его просто использовать через другие инструменты, в частности через PowerApps и PowerAutomate. Да, насчет караванных методанных, управляемыми методанными, это как раз и есть где-то term storage, о которых я говорил, это считается как лукав. У нас мы еще заявили о том, чтобы расскажем вам о визуализации методанных SharePoint онлайн. Крутая штука, стала она доступна не очень давно, не совсем, не то, что недавно, но не очень давно. Это возможность пользователям благодаря либо визуальному инструктору, который как раз недавно стал доступен, редактировать поля методанных в плане визуального представления в списке. Вот вы видите, сверху визуализация полей, у меня там, где статус документов, они разными цветами, посвеченные разными иконками, обозначены в зависимости от текста внутри этого поля. Сейчас SharePoint дает возможность такие колонки настраивать с помощью визуального редактора, но ранее это можно было делать с помощью JSON-кода, описывать с помощью JSON-кода. Сейчас это тоже можно делать с помощью JSON-кода, таким образом, увеличивая вариативность отображения этих элементов, если ему нужно с комплексом сложный вид, то вы можете использовать JSON-кода, описывать JSON-кода поля. SharePoint-сервере для этого используется, как я помню, JS-кастомайзер, так как называется JS-линг, JS-линг. Да, JS-линг для поля. Но в онлайне модерн, он модерн, вы говорите не онлайн, он не говорит модерн, SharePoint, и это делается еще проще делаться с помощью JSON-а. Но кроме того, что мы можем настраивать внешний вид самой колонки, самого поля, мы также можем визуализировать список. Ниже, вы видите, у меня как раз отображение списка с помощью визуализации. Опять же, с недавних пор SharePoint дал возможность использовать тоже визуальный редактор для этих представлений. Вы можете выбрать представление с помощью представления списка в виде плиток. Также просто применять визуализацию для всего записи. То есть для всего редка, для всего ряда SharePoint. Для любого поля. для всех полей. Для всех полей, да. То есть внутри визуализации списка, если мы будем описывать JSON, то мы можем внешний вид создать как всего ряда этого списка и внутри этого ряда для каждого списка, для каждого поля, которое есть. То есть визуализировать все методаны. Визуализировать все методаны, да, и таким образом просто ограничивать себя лишь фантазии, как этот список представляет конечный пользователь. И еще разрешением пользователя, наверное, не каждый сможет позволить редактировать JSON. Ну, тут да, тут еще Microsoft, в принципе, стремится к тому и идет к тому, вот я вижу, что делает эти вот все вещи, визуализация, полей, список более-более понятными и простыми для конечных пользователей, что сейчас, по сути, тоже представление календаря или представление тайла, так называемого, может сделать любой пользователь. Да, в принципе, чтобы его сделать вот таким вот красивым, ну, красиво, так как я на скрешете ниже, тоже, конечно, нужно отдать кое-какими навыками, ну, не скажу, что программирование, а не просто понимать принципы работы JSON и схемы, схемы, которая это JSON обслуживает. То есть, минимально необходимым техническим данным, ну, в принципе, мы знали, какие-то приговорить любой IT-проф, в принципе, не справиться с этим, если нужно, таким образом, если раньше, для того, чтобы как-то представить красивый список нам нужно было обратить программистов, да, нанимать третьих программистов, третьих, третьих лиц разработчиков, то сейчас это, в принципе, можно своими руками ничего по большому счету сложного нет. Окей. Теперь поговорим про, на мой взгляд, самую интересную тему, которая как раз касается больше всего именно документа оборота. Данных возможных SharePoint очень много, да, мы уже услышали и маршрутизации документов, и о place recordах, и отметок данных, и так далее, и тому подобное. Но зачастую этого не хватает, даже этого не хватает, и многие компании, которые уже внутри SharePoint определенном уровне, им, конечно, в итоге хочется больше. И опять же, раньше это больше можно было получить с помощью сторонних разработчиков. Но благодаря повсеместному использованию Power Platform и постоянному развитию ее и высотой Power Platform, можно это делать уже самостоятельно, с помощью IT-бро или даже просто обычных конечных пользователей. Давайте сразу быстро пробежимся. Такой краткий экспорт сделаем Microsoft Power Platform. Что это такое? Что же такое Power Platform? Это группа продуктов Microsoft, которая призвана помочь в разработке комплексных бизнес-приложений и визуализации данных не прибегая к помощи программистов, то есть своими руками. Группа говоря, это конструктор форм, конструктор процессов, конструктор визуализации данных по большому счету. Это выплывает его главная ценность для бизнеса, что благодаря тому, что разработчики не требуются, вы можете сэкономить часть финансовых ресурсов, ну и заодно решение, которое вы себя внедряете, больше фокусировать на себя. То есть не использовать какие-то общие, фокусировать его на себя и разрабатывать так, как вам нужно именно для конкретных целей, которые есть у вас в ваших компаниях. Нужно ли быть разработчиком при этом? Какое знание у наших клиентов, у наших коллег? У IT, особенно на IT-департаментах. Насколько тяжело у вас свой Power Platform? Из чего он вообще состоит? Да, еще состоит чуть позже, расскажу, но это очень, кстати, хороший вопрос и очень такой спорный, да, если я говорю чисто маркетинговый, я сказал бы, что это может делать любой пользователь, конечный пользователь. А если может хорошо делать? Да, если же вам необходимо сделать такое комплексное приложение, которое затрагивало либо интеграцию, либо какой-то сложный процесс, сложную форму, то тут вступая в силу, два фактора. Первое, это наша общая подготовка в IT, то есть статически нужно быть знакомым с технологиями, понимая, как это работает. Второе, это время, все-таки нарисовать красивую форму, красивый процесс, да, это необходимо довольно-таки много времени, какой бы легкий инструмент для освоения не был. Какие же задачи решают, в принципе, по платформе, это сбор и анализ данных, использование данных работы, автоматизация процессов, согласование документов, либо согласование каких-либо заявок, и помощь поиски и получения ременантных данных. Power Platform обслуживается четырьмя основными компонентами. Это Power BI, как раз штука, которая помогает в анализе информации, которая собирает эту информацию, которая у вас есть не только, например, на Тенантиме Microsoft 365, но и какие-то внешние данные типа Google Аналитики. И также Power BI помогает визуализировать, строить красивые дашборды вокруг этих данных. Следующий Power Apps это инструмент для разработки приложений. Я даже сказал, для разработки интерфейса, внешнего интерфейса приложений, который как раз позиционируется как low-code и no-code solution, то есть позволяет разрабатывать приложение без использования программного кода или с его маленьким маленьким вкраплением. Power Automate это программа сервис Microsoft, которая позволяет как раз накручивать логику на объекты системы, в данном случае SharePoint и выступает помощникам Power Apps, позволяет как раз устраивать эти логические пути, эти процессы согласования документов, отправки заявок, плюс позволяет также информировать о том процессе с помощью коннекторов, которые есть в Power Automate. Power Virtual Agents это чат-боты без знания программирования, которые можно использовать в рамках Microsoft 365 платформы. Но мы с вами больше остановимся на Power Apps и Power Automate как основным инструментом Power платформы, которым мы пользуемся в рамках SharePoint. SharePoint Online. Итак, что же можно расширить в SharePoint Online с помощью Power Apps? Первое. С помощью Power Apps можно создавать вебчасти для SharePoint, которые позволят расширить то огромное количество стандартных обществей, которые в SharePoint. Например, можно создать приложение, которое будет показывать текущих сотрудников, которые мы сегодня не именины, и которые будут выводить праздники месяца и так далее. Тут уже ваша фантазия играет. Их можно благодаря вебчасти Power Apps SharePoint Online вставлять как embedded code. То есть давать ссылку на приложение, и он будет отображаться в той или иной зоне SharePoint, куда вы ее определили. Второе и, наверное, самое популярное это кастомизация SharePoint Online форме. Кто помнит, раньше был так, крутая штука, как Infopass. Все помнят, многие еще используют. Многие еще используют. Все на On-premises. только On-premises используют. Или те, кто еще эмигрировали. Так вот, это супер партинент и заменитель On-Pass. По сути, кастомизация Form SharePoint Online вся Raps. вы можете любую форму кастомизировать, через нее обновлять, создавать, даже гулять элемент списка. И, кроме того, она работает не в рамках контекста именно списка, а в рамках тех соединителей, тех подключений, которые вы добавили в эту форму. То есть, грубо говоря, можно в вводной форме отображать данные не только с этого списка, но и с любого, который есть у вас в рамках Microsoft 365. И третьим таким, недавно, да, это стало таким трендом, всегда популярная штука, это разработка полноценных приложений, которые будут работать в рамках отличной программы Microsoft Teams. то есть, мы в Power Apps можем создать программу, которая фактически будет установлена в Teams, да, и будет доступна вам либо из какого-либо какого-либо таба внутри команд Teams, либо даже как отдельное приложение слева у вас где хранятся чаты, Teams, Team Team и календарь, например. То есть, мы можем разрабатывать прям приложение для Teams, при этом имея источник данных, можно никсовать, кстати, Project Talkdale есть для Microsoft Teams, мы можем тоже CDS использовать, но это не тема нашего вебинара, но эти вещи тоже можно никсовать. Так, идем далее. Способ расширения стандартных возможностей SharePoint с помощью Power Automate. Ну, я выделил в принципе два таких, которые можно использовать прямо из коробки. Первое это создание стандартных потоков Power Automate для согласования документов. Это такая некая замена Workflow. SharePoint тоже уверен, что все знают, не все мигрировали. Все знают, что так называемое Legacy Application, старых SharePoint был формат, SharePoint 13, 10, 16, еще он используется. К сожалению, или к счастью, мне кажется, в следующем году, или через два года уже прекратится поддержка этих workflow. честно, не помню, посмотрим, не помню, честно, как много клиентов еще будут использовать. Я думаю, что данные, да, тут, потом, наверное, про миграцию в двух словах тоже расскажем, насколько это вообще возможно. то есть SharePoint Power Automate дает так называемый соединитель отдельно, который называется Approvals, мы его очень больше рассмотрим на следующем слайде, вот, и второй, второй способ расширения снаторных возможностей SharePoint, это мой любимый, это соединитель специально для SharePoint, который может, который позволяет уже готовыми экшенами фактически совершать любую кругу, ну, кругу операцию на любом объекте SharePoint, будь то документ, либо это элемент списка, но есть еще одна такая крутая штука, action, которая называется HTT Periquist SharePoint, который позволяет писать внутри него любой раз запрос к SharePoint, фактически раскрывая фантастические возможности по управлению, по управлению и изменению объектов, которые есть в SharePoint, SharePoint. Давайте посмотрим чуть подробнее на два соединителя по поводу опробовоз, какие для действия есть у соединителя опробовоз PowerAutomate. Первое, это запустить процесс согласования, то есть action, который, по сути, запускает процесс согласования, берет элемент, управляет уведомления в PowerAutomate и также на почту по поводу согласования и несогласования документов. второе, это запустить и ожидать согласования. Action, который не только запускает сам процесс, но и работает до тех пор, пока мы не получим ответы от пользователей в рамках этого согласования. и третий, action, это ожидать согласования, который, в принципе, можно, который используется в связке запустить процесс согласования. То есть он позволяет выбирать, да, какой из запущенных процессов согласования, от кого ожидать этого отклика. это полезно. я, например, если практики использую дату-связку, запустить процесс согласования, ожидать согласования для того, чтобы отправлять уведомления в Teams, которые типа умолчания в action, запустить и ожидать согласования, не используется. то есть идет правка уведомления только онлайн. И далее. Ну, все, что есть, и давайте перейдем к типам согласования. Тут у меня ошибка, все должны. Все должны можете очень очень должны. Как знак бесконечности. Да, типа согласования, которые используются в соединителе approvals, это все должны согласовать. То есть мы ждем согласования всех отправленных реквестов по согласованию. Здесь, например, запретить ожидать согласования. Также мы можем выбрать опцию ожидать ответа первого согласованта. То есть первый, кто опровнит или отклонит документ, это будет означать конец нашего процесса согласования. Ожидать ответов всех согласовантов похоже на первую часть, но мы получаем ответы как отклонения, так и согласования. То есть с первого случая у нас получается мы должны получить все согласования В первом случае мы получаем все согласованное, в этом случае мы получаем согласованное отклонено. И ожидать ответа от одного согласованного, то есть конкретно согласованного, мы ждаем ответ, да, или нет отклонен, или принят этот документ. Мы лицензируем, чуть-чуть больше по лицензированию. Этот коннектор является фактически free, бесплатным, да, в рамках любой лицензии Microsoft 365. В любой лицензии Microsoft 365 есть так называемый Power Platform for Microsoft 365, набор соединителей и экшенов-триггеров, которые мы можем использовать в рамках своей лицензии. То есть фактически бесплатно. Дополнительно за лицензию Power Automate платить не нужно. Далее. Стандартный соединитель SharePoint Online. Тут уже более интересно. Тут очень много триггеров. Фактически есть триггеры на любое изменение, которое происходит над объектом SharePoint. Мы можем... Да, что такое триггер? Это действие, которое спонсирует запуск потоков. То есть тут у нас есть триггер по созданию или обновлению документа, даже удалению документа, обновлению элемента. То есть мы можем ждать обновления того или иного документа и даже поле, да, внутри этого документа или записи списка. Точно так же это существует в рамках документов. То есть мы можем тоже сказать, что если изменится документ в этой библиотеке документов, запускать Power Automate поток. Какие же действия есть? Здесь любая крутая операция над элементами списка SharePoint, любая крутая операция над файлами SharePoint Online. Также мы можем получить список и представление списка благодаря экшенам внутри коннектора SharePoint Online. И, как я уже говорил, мы можем выполнять и запрос над объектом SharePoint благодаря действию HTTP requester SharePoint. Этот экшен, этот соединитель, он является также стандартным, он также входит в стандартную лицензию Microsoft Power Platform for Microsoft 365. Так, в этом принципе, как раз это все, что я хотел рассказать про метод данной и про Power Platform внутрешних поинт. И я обещал еще рассказать несколько слов о лицензии и про миграцию. Про миграцию ты мне говорила? И поможешь, да? Да, про лицензию я пытаюсь тоже вкратце рассказать. Это вообще такой частный вопрос, который задают. Итак, лицензирование Power Platform. Начнем с Power Automate. Существует три вида лицензии. Это Power Automate for Microsoft 365. То есть, это набор бесплатных соединителей, бесплатных триггеров и экшенов, которые можно использовать в рамках этой лицензии. Это большинство своем соединителей для SharePoint и для других сервисов, которые находятся в Microsoft 365. Следующий вид лицензии – это Power Automate per user, так называемый. Он стоит 15 долларов, он позволяет использовать пользователями, которым назначена лицензия любых премиальных соединителей для Power Automate. Например, там запросы в SQL базу, запросы в ажур или в CDS. Например, для Dynamics. И третий вид лицензии Power Automate – это Power Automate per flow. То есть, мы можем заказать пять потоков, на которых будут выделены ресурсы, которые будут выполняться без привязки к юзеру. Power Apps – очень похоже, тоже Power Apps for Microsoft 365, все, что касалось Power Automate, а касается и его Power Apps per program, per application, в рамках которого стоит 10 долларов, в рамках которого у нас тоже доступны все соединители для Power Platform, как премиальные, так и, что не было важно, кастомные коннекторы для Power Platform. И в рамках, кстати, в рамках этого плана вам предоставляется возможность разработать два приложения, которые будут использоваться во всем Тенанте. И Power Apps, онлайн-экод лицензия, то есть из названия понятно, что она распространяется на все приложения, которые разработаны в рамках Тенанта, стоит она 40 долларов. Вот это, в принципе, все по лицензированию, буквально, наверное, на две слова про миграцию, всех этих коллеги свечей. Очень часто, ну, как часто, да, у нас есть, складывается традиция, когда разрабатывается в любой компании свои какие-то приложения, да, исторически они выполняют свою роль, но наступает момент, когда нужно проводить миграцию. Не знаю, либо рефакторинг, либо переписывать, либо миграцию. Одним из таких приложений, которые самые популярные в плане формы работы с SharePoint, там было, это всегда был InfoPass. Вот. И очень много приложений написано, очень много форм создано, очень много клиентов использовали эту технологию. И вот всегда происходит вопрос, а вот как нам будет, да, у нас есть включение InfoPass Form, и можем ли мы просто взять и перенести на PowerApps? Суперчестный вопрос. Очень классный вопрос, но он требует детальной проработки. Почему? Потому что прямого переноса, трансформации с InfoPass на PowerApps, его не существует. Саша, меня поправит, если я ошибаюсь. Не ошибаюсь. Почему? Потому что в силу архитектурных особенностей, архитектурных моментов, и для того, чтобы перенести InfoPass форму на PowerApps, да, нужно провести опять же анализ, нужно исследовать, какие есть возможности у PowerApps, нужно ли какие-то вещи переносить из InfoPass, и дальше уже строить прям в облаке в PowerApps вашу форму. Поэтому вот краткий ответ на это нет, не существует. Но в то же время, так как Power Automate и PowerApps используют довольно-таки простой редактор, как мы сегодня уже проговорили, это просто конструктор, да, который достаточно, ну, сесть и изучить, да, и имея там базовую подготовку техническую, как бы можно взять и построить такие формы. Преимущество сейчас, естественно, PowerApps немного больше, потому что вызовы сейчас, которые стоят, это мобильность, это быстрота, да, это быстрый доступ, это скорость работы, то вот это и есть преимущество, да, Power Automate и вообще PowerApps перед legacy аппликейшенами, такими, как, если мы говорим о workflow, это ShortPoint Workflow, если мы говорим о формах, это InfoPass формы. То есть, соответственно, Power Automate, они быстрее, они гибче, да, и они более мобильные, в отличие от формы InfoPass. Ну да, они изначально мобильно ориентированы, и можно делать адаптивными прям все программы, которые вы разработаете из PowerApps. Ну и следующий момент, который хотел бы тоже упомянуть, то есть иногда клиенты спрашивают, можно ли, мы не хотим отказываться от OnPremise, да, но у нас OnPremise, например, Шарпоин 2016 или 2013, да, можем ли мы сделать некий гибрид между облаком, потому что, ну, облако все-таки обслуживает, ну, как минимум дешевле, да, потому что нет затрат на обслуживание инфраструктуры. Можем ли мы сделать гибрид между облаком и OnPremise? Да, можем, у Power Automate есть такая возможность, есть Gateway, который позволяет вашу OnPremises среду, ваши данные OnPremises держать на земле, да, то есть на ваших серверах, а фронтенд, форму и весь движок, так называемый, так называемый, стоит машина, да, у которого мы сегодня там по статусу говорили, по workflow, вот это стоит машина, перенести все в облако, поэтому, да, такой гибрид возможен, здесь уже мы упираемся в другой момент, это управляемость и сопровождение этой инфраструктуры, то есть, да, как это построено в плане архитектуры всей, но, да, такое возможно. Круто. У нас от Татьяны, да, два вопроса. Первое, это как организовать поиск по тегам в рамках всего тенанта и коллекции сайтов, и как именно настраивается такой поиск? Интересный вопрос. На самом деле, Search такая очень большая, огромная, огромный функционал, да, о котором можно рассказать долго и много, но, смотрите, в первую очередь, вот, чтобы оправдать меня, в первую очередь вам нужно для этих тегов, для этих колонок, методаток, их проиндексировать, чтобы они попали в поисковые запросы. И также настроить для каждой сайтовой коллекции Microsoft 365, 365 Search, либо, нельзя сказать, старый, либо стандартный, на Search, который есть SharePoint. По этим тегам настраивается, так называемые, там, рефайнеры, да, не скажу сейчас, как они переводятся, но это именно метки, по которым мы будем искать. Этими метками могут выступать вот это облако тегов из терпсета, да, или с облако методанных. Это все делается с помощью SharePoint Search, да, такое можно сделать, но технически сейчас это рассказать тяжело. В полном объеме, да. Если нужна такая помощь, просто обратитесь к нам, ну, как бы напишите на один из e-mail, там, и мы вам покажем, расскажем, покажем в консультационной помощи, как это сделать. Всем тогда спасибо за внимание. До новых встреч. До новых встреч. До свидания. До новых встреч.